Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Он такой, достаточно объемный, вот, поэтому я буду его читать и попутно давать комментарии, потому что если я буду, если я его прочитаю сперва, а потом буду давать комментарии, то я могу на что-то не обратить внимания и получится довольно-таки, мне кажется, скучно. А так, если я буду что-то читать и давать комментарии, будет лучше. Итак, вопрос называется «Замуж, не терпешь?». Мне 30 лет, детей нет и не очень хотелось всегда, а в ближайшие годы больше хотелось учиться за границей. В апреле в Турции встретилась с европейцем, разведен был 2-3 года назад, мой типаж 1-1, думал ему 50, оказалось 56. Вот что. Смотрите, значит, что здесь у нас? Вы, вы начинаете с возраста, вам 30 лет. Соответственно, возраст вас волнует. И когда еще вы продемонстрируете, когда еще вы покажете, тема возраста вас беспокоит. Это классическая проблема стереотипов, что мне 30, я буду никому не нужна. Это проблема самооценки, самооценка. Опять же, забегая немного вперед, скажу, что у вас есть еще проявление того, что у вас занижена самооценка, но я допускаю, что вы не согласитесь с этим, потому что вы приводите примеры. Примеры того, что, например, что вы творческая личность, что вы достаточно самостоятельный человек. Чувствуется, что вы знаете о себе цену, это чувствуется, да. Но, тем не менее, если вы говорите о возрасте, если вы говорите о тех вещах, о которых вы еще будете говорить, то это больше про то, что вы все-таки в себе не уверены, что вы все-таки себя где-то обесцениваете. Что, например, вы допускаете мысль, что вот мне 30, если мужчина для меня ничего не делает, значит, я какая-то не такая, да. То есть, ваше ощущение себя зависит от действия другого человека. Дальше. Нет детей, не очень хотелось всегда. Смотрите. Я сейчас хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Может показаться, что я вас, как бы, принуждаю к тому, чтобы вы стали мамой, мамой. Но нет. Такой мысли у меня нет. Просто я хочу показать, скорее, то, что за этим может находиться. Что такое дети? В первую очередь, дети – это ответственность. Так, по крайней мере, воспитывают нас, людей, как бы, вот, примерно такого возраста, да, 30 и так далее. Что дети – это, в первую очередь, ответственность. И детей мы иметь должны. Что-то вообще говорить, что если женщина не родила, то она не полноценна. Естественно, это чусь собачья, то же самое, что после 30 лет женщина никому не нужна. Это легенда о золочке. Знаете, это вот сказка, где после полуночи золочка превращается в золочку и должна убежать. Это всё чусь собачьим, в самом деле, но люди в это верят. Вот, вы, например, верите, что после 30 лет вы уже никому не нужна. Связано это с тем, что, возможно, вы уделяете излишнее внимание своей внешности, меньше внимания своему внутреннему миру, хотя вы творческий человек. Но, как бы, вот, история с детьми здесь похожа. Дети – это ответственность. И то есть вам не хочется детей, скорее всего, говорит о том, что вы не хотите ответственности. Не хочет человек ответственности не просто так. Не в силу своей инфантильности, как обычно принято думать. А не хочет человек ответственности в силу того, что он боится, что не справится. А значит, он не может вовремя сказать «нет». А значит, у него есть проблемы с личными границами. С моментами того, чтобы отделить себя от других людей. Где я, где ты. Где мои проблемы, где твои проблемы. Понимаете? Так что я на это хотел бы обратить наше внимание. Дальше. Почему такая большая разница в возрасте? Почему ваш типаж мужчина 50-56? Довольно большая разница в возрасте. С точки зрения психологии, это могут быть трудности взаимодействия с отцом. Ну, или с тем, что вы с этим мужчиной, да, который старше вас, можете почувствовать себя больше ребенком, можете почувствовать себя такой девочкой. Но проблема в том, что эта девочка не проявляется, когда вы не с таким мужчиной. Дело в том, что отношения ребенок к родителям являются деструктивными. А как бы вы не выстраивали именно такие отношения? Нет, понятно, если всех все устраивает, то хорошо. Но поскольку в норме с детьми не спят и в интимные отношения не вступают, то при построении таких отношений возможны коллизии. Дальше, значит, повстречала мужчину в Турции. Говорит, была любовь с первого взгляда, сразу купил мне безумно дорогой подарок, сделал себе и мне визу в России, купил квартиру и так далее. Что больше нет? Ну, а здесь, во-первых, нужно отметить темпераментность человека с одной стороны, с другой стороны... Это же то, что выражаете Вы. Ну, то есть, человек почувствовал, что вам это важно. Я каждый месяц пролетаю к Нимею в Европу на 7-12 дней, на дольше виза не позволяет, он помог мне в бизнесе, он купил технику, оплачивает учебу, дарит дорогие подарки, хотя бывшая девушка не дарила ничего. Вот вы сравниваете себя с бывшей девушкой. Это звоночек в сторону вашей смазки. Она писала мне, какая я страшная, почему дарит, а ей нет. По глупости всё выставляю в Инстаграм. Почему по глупости и зачем выставлять в Инстаграм? Вообще выставлять в Инстаграм, это значит, вы хотите внимания. Это нормально. Но вот сам формат желания внимания через Инстаграм не очень хороший. В чём проблема? Он говорил о браке. Хотя я удивился, мне казалось, было слишком радо. Потом меня увидела его бывшая семья. Дочке 21 год, с которым он проводил всё свободно от меня время и работы. Бывшая жена, с которой у него совместный бизнес многомиллионный. А жену ещё ушёл сам, у неё сильная обиды. Он ей платит большую сумму в месяц. Поставку видел меня, запросила ещё больше. Его семья смотрит к меня каждый день в Инстаграме. Я вижу их профили, блокировать не стало, стало меньше выставлять. Почему? Почему? Это первое. Второе. Какое значение для вас брак-то имеет? Если вы говорите сами, что рано. Ну хорошо. Такое ощущение, что... Такое ощущение, что браком вы пытаетесь решить какую-то свою проблему. Вот если говорить о невротических отношениях, это когда люди пытаются какие-то свои конфликты, проблемы решить в отношениях. Это так не работает. Если вы чего-то боитесь и в чём-то сомневаетесь в себе, у вас есть какие-то тревоги, страхи и так далее, брак это не решить. Потому что после брака появятся, возможно, сразу годы. Вот. И нужно будет, соответственно, брак укреплять, вы захотите ребёнка. После ребёнка появятся ощущения, что там, не знаю, что у него любовница, например. То есть это всё, как бы, прогрессирует. Дочка Капитальна габит именно мозги, если я плохая партия, прости господи. Я бывшая модель, очень эффектная. Они думают, что мне 23-22 года, что я в рубрах приз. Хотя он видел мои документы. Ну вот, по поводу документов, есть ощущение, что у вас с мужчиной несколько недоверительные отношения. То есть я верю в то, что они у вас пылкие, яркие и страстные. Но у меня старается впечатление, что личность ваша и личность его не на первом месте. На первом месте, скорее, вот, какое-то задаривание вас, да, и, может быть, попытка вас завоевать. И типа, пока он со мной, с ним будут конфликты. Он их просто обожает, поэтому меня это не радует. Это ревность. Это ревность. Ревность происходит от неуверенности в себе. Я повторюсь от заниженной этой проценты. У меня в марте заканчивается моя турист-виза. Конечно, могу сделать учебные. Это пару миллионов в год. У меня, меня понесло. Давай женись скорее в марте на мне. Понесло как? Понесло в чем? Что вы имеете в виду, говоря про понесло? Это ведь какое-то чувство. После ссор с дочками, я слышал все эти звонки. Он стал этой темой как огня бояться. Говорит, что пока не готов. Он был в браке 25 лет. Я должна понять, он еще очень боится ссор с дочками. Каждый раз, когда его осталось, увидели подарок. Его жена жаловала с ним. Они начинали будь чего-то. Я вообще перестал что-либо заставлять. Пусть живут невидения. Опять же, какая-то чрезмерная зависимость от мнения других людей. Это первое. Второе. С мужчиной зависим от мнения других людей. То есть, личных границ у него со своей бывшей женой и дочками нет. И либо вы договариваетесь об этих личных границах с ним. Вне контекста брака. Либо так всегда и будет. Пока я сама не готова прям завтра переезжать в Европу. У меня в России еще моя творческая работа. Он для меня очень много делает. Помогает моим родителям мне. Все его друзья со мной знакомые. Мои с ним. Меня все устраивает. Я вот понять не могу. Вы хотите замуж, но не хотите переезжать в Европу. Как-то вот не кажется ли вам, что здесь у вас нечеткость есть в позиции? Или мужчина готов с вами в России жить? То есть, есть ощущение, что вы сами как-то вот в своей позиции не определились. Хотите, чтобы мужчина вам помог. Вот. Ну, это позиция чревата как раз таки тем, что вы описываете. А именно тревожность и зависимость. Я не понимаю, сколько ему нужно ждать. Я считаю оскорблением, если не женится у нас. Что не сделает без невесты. А не кажется ли вам, что тот факт, что вас можно оскорбить каким-то действием, скажем так, является, ну, показателем вашей неуверенности в себе. Потому что оскорбить человека может только сам человек. Сам себя человек может оскорбить. Если внутренне соглашаются с тем, в чем собственно состоит оскорбление. Потому что, когда действие совершает другой, ну, или действие, или слова говорит другой, то мы можем просто с этим не согласиться, зная, что это не так. Не кажется ли вам, что с учетом того, что вы ранее сказали, что рано замуж, как-то очень легко вас оскорбит. Здесь, на мой взгляд, совершенно очевидная связь, что вы боитесь, что он вас бросит. Вы боитесь, что он на вас не женится. И здесь снова вопрос о браке. Какое значение брак имеет? Не слишком ли вы переоцениваете его? То есть, разве отношение с человеком не важнее брака? Я безумно скучаю по нему, тянусь, и мне его не хватает. Давайте разбираться, что это за тенденции. Что это за чувства, что это за состояние, что вас тянет, не хватает и так далее. Это, как бы, потребность в другом человеке. В общем-то, потребность быть с кем-то, не ради того, чтобы делать для него, то вообще-то ей, как бы, чревато опасностью невроза. То есть, как бы, я с кем-то, я люблю свое состояние с кем-то, я становлюсь зависимой от этого человека. Так, с ними я становлюсь умнее. Это вообще. Ну, нельзя с кем стать умнее. Вы можете либо быть умной и развиваться самой по себе, либо нет. Ему важно, чтобы женщина работала, училась, иначе он с ней не будет. Постоянно говорит, что столько меня бы не вкладывал, если бы не хотел будущего со мной. Но у меня есть ощущение, что вы здесь как будто бы сами себя успокаиваете. Вкладывать он таким немного, хотя он не самый богатый человек, учитывая элементы, лишь мощь по жизни, иногда в крайней степени. А это может быть чревато в дальнейшем тирании. Но, опять же, боюсь, что если я его пошлю, а за что посылать-то? Как бы. Вот понимаете, по сути, вы говорите следующее. Если ты не хочешь на мне жениться, ты мне не нужен. А где личностное взаимодействие? Где взаимодействие внутренних миров? Где взрослое и зрелое взаимодействие между людьми? Аноним. Аноним? Да. Аноним. Где взрослое это взаимодействие? Отдаёте ли вы себе отчёт, что вы здесь рассуждаете, ну простите, как ребёнок, которому не дают конфетку? Непонятно, кого я себе найду. Опять же такое ощущение, что вы ищете мужа, но не личность, не партнёра. Нацелены вы не на партнёрские отношения. Вы обратите внимание, что вы, говоря, найду себе кого-то, кого, ну непонятно, кого я себе найду, да? По сути, мужчин воспринимаете как некий товар. И себя, скорее всего, воспринимаете тоже как товар. А вы не товар. И мужчина не товар. И вот от такого материалистического восприятия себя, не меркантильного, а именно материалистического, товарного восприятия себя, вам нужно отходить. И непонятно, кого я себе найду. И женится ли этот тогда, когда мне опять же приспичится, будет ли этот кто-то только для меня делать. Почему-то вам важно, что кто-то, что для вас сделает. Вот. Тоже интересный момент. Как бы, с позиции, ну вот, в своей практике, да? Могу сказать, что когда человек обращает внимание на то, что для него делают, это, ну, подтверждение своей значимости. Это компенсация какого-то, ну, какого-то внутреннего обесценивания, внутренней проблемы. Мне крайне важно, чтобы мужчина делал и вкладывался, и был как опорой на это способны не все. А я понимаю вас, что, как бы, что важно, чтобы мужчина был опорой и так далее, но мне кажется, что это должно быть следствием и вторичным, вторичным по отношению к партнерству. Вот. Потому что только на вкладывании и только на опоре далеко не уедешься. Вот. У европейцев вообще свой взгляд. Мои подруги немки встречаются по 3-5 лет безамуществ, даже не хотят, смеются, что рано и боятся брака, меня не понимают. Ну, менталитеобразный. У меня начинается, я застричь буду никому не нужна, надо срочно. Это комплекс, это комплекс, это стереотип, с этим нужно работать. Немного надеялось, если уйду от него, то ему станет жалко всех вложений, возможно поймёт, что не хочет расставаться, не знаю. Это ваша склонность к манипуляции, к манипуляции, ещё один признак такого вот деструктивного поведения. Ещё пока был пьяный и говорил, что боится, что я его потом брошу и уйду к молодому и оставлю его в одиночестве. Возможно, не очень доверять. Да, вы, так правильно, вы же не выстраиваете доверительные партнёрские отношения, вы выстраиваете отношения по принципу ребёнок-родитель. Потому он не доверяет. Вот. Ему важно, чтобы мадам была очень умная и работящая, а я не очень. Опять же. Смотрите. Смотрите. Дай штуку. Это всё типажи. Если люди подходят к отношениям с позиции типажей сразу, да, то отношения превращаются в простую историю дашь на дашь. Если люди подходят к отношениям с точки зрения партнёрства, а после говорят, что я хочу, это более лаконично, деликатная и гуманная история. Вам не нужно отказываться от идеи того, что мужчина должен быть опорой. Ну, хотите, чтобы мужчина был опорой. Ну, видите вы мужчину так, это на здоровье. Дело не в этом. Дело в том, что эта история вторична, а не первична. Дело в том, что вы сами отношения выстраиваете на базисах, на базе незрелости, на базе материалистичной, на базе напряжения, что вот, я должен вкладываться и так далее. Хотите, чтобы вкладываться супер, но, как бы, во-первых, повторюсь, вкладывание и опора в здоровом варианте выстраиваются на основе партнёрств, на основе взаимодействия внутреннего мира, это первое. Ну и второе, это на такой вот активной коммуникации по поводу того, что я хочу и чувствовать. Дальше, ну, стараюсь, он прям сейчас на фервере постоянно делает мне подарки, сюрпризы, когда моя работа в гору уйдёт, говорит, что гордится мной. Ну, вот здесь вы как будто бы, знаете, пытаетесь одобрения заслуживать. Я могу предположить, ну, вот в этом месте могу предположить, что это как будто бы вы заслуживаете одобрения своего отца. Или какой-то ещё значимая фигура. Понимаете? То есть вы чего-то делать не хотите, делайте для подарков. Вам не понравится то, что я скажу, но вы ему подстать. То есть как мужчина с дочками своими не выдерживает личных границ, что вам не нравится. Так и вы готовы ему угождать и делать то, что вам не по душе, чтобы получить его одобрения и подарки. Что он заговорит о детях завтра. Мне подписал шесть. Ты молодая. Как используя вашу терминологию. Тебе уже пора рожать, а я хочу своего ребёнка, да? Давай детей. И тоже вы ему ребёнка хотите. И тоже будет вас задаривать подарком. А потом однажды средство, чтобы делать то, что человек хочет, закончится. А у вас отношения выстраиваются только на том, что я такой или такая, какой ты хочешь меня видеть. И вот что из этого получится? Большой вопрос. И вот если вы чего-то не заслуживаете, то мне кажется, именно этого. Именно быть такой, какой вас хотят видеть другие. И вы не заслуживаете того, чтобы рядом с вами были люди, которые пытаются быть теми, кем вы хотите их видеть. Мне кажется, что вы заслуживаете того, чтобы быть самой собой в отношениях. И человек заслуживает того, чтобы быть самим собой. Это не значит, что вы тотально не свободны в отношениях. Но то, что вы говорите, очень сильно об этом. Как бы свидетельствует. Дальше. С бывшими русскими нашими мужиками. Почему мужиками? Вы как будто бы обесцениваете их. Или нас. Вряд ли классический русский мужик, конечно. Но тем не менее. Почему обесцениваете, собственно? Я жила, не работала особо никогда. А просто готовила, убирала и занималась спортом сутками. А вас это устраивало? До 30 особо замуж не рвалась. Хотела в свободе путешествовать. Сегодня на кухне сдаю. Завтра хочу вылечить куда-нибудь. Боялась, что брак будет промосить. А что изменилось? Что изменилось? Страх появился? Он говорит, что скорее не её мнение боится, пишете вы в дополнение. А правда, чего дополнение? Чего мнение? А то, как она на дочек влияет. И что им о нём говорить. Это перекладывание ответственности. Потому что это проблема того, что человек сам не может выстроить отношения с дочерьми. Вот. Это проблема. Поэтому на жену не надо сваливать. Женой он довольно груб. Сёрах особо не выбрал выражения, когда не ругалась по телефону по поводу учебы до дочек и деления имущества. А пока ещё обо мне не узнала семья. Здесь вы это говорите в контексте уверенности того, что к жене он не вернётся. То есть опять же чувствуется ваша ревность какая-то. Но по сути грубость это не очень хороший признак. Это признак неуверенности в себе мужчины. Это признак эмоциональности. Поэтому пусть вас грубость в данном случае не смущает. При подарке бывшую девушку. Они просто спали два месяца. Она не была знакома с вашими друзьями. Думаю, что она отношула с ними серьёзно. Зачем он к ней. И поэтому она особо не хотел тратиться. Хотя я считаю, что это некрасиво было. Может быть покажется грубо то, что я скажу. А при чем здесь вы? Ну то есть какая разница с кем он встречался до вас. Дочки взрослые, но живут на папиной деньги. Ну я не очень. Это ещё одно дополнение к вопросу. Я не очень понимаю к чему это. Да, потому что фактов всегда много. Я думаю, что речь нужно вести исключительно про вас. Только про вас. И соответственно выделять и прорабатывать те проблемы, которые есть у вас. Но предполагаю, что с некоторыми вещами вы не согласитесь. Вот. Ну и что поделать. Я в своей позиции как психолог с точки зрения своего опыта. Обратный связь вам дал. На этом всё. Желаю вам удачи. Всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok